Всем привет! Вы смотрите Наши ТВ Лайф, и с вами, как всегда, Даша. А сегодня ко мне в гости пришла Александра Шерлинг. Привет! Привет! Сразу голос так... сразу чувствуется... Чуть-чуть подосим, да. Джазовая атмосфера. Ну давайте сразу окунем всех. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Удивительно, да? Замечательная композиция «Love, Marshall, Bubble». Кстати, какая у вас любимая композиция из джазовых таких песен? На самом деле я бы ответила так, что на каждое настроение есть своя любимая композиция, правильно? У каждого человека в плеере или в машине под настроение звучит определенное. Но у меня, несомненно, есть в моем альбоме мои любимые композиции. Это «Flammy to the moon», которая будет сегодня исполнена. И, наверное, «Love», да. Потому что она у меня ассоциируется с моим первым выходом таким серьезным на сцене в детстве, и она мне дала самый мощный заряд. А вот в детстве ты помнишь хорошо свое первое выступление, когда ты вышла? Тебе же, помню, заметили вообще совсем маленькой. Я вообще свою жизнь помню кадрами. То есть я помню какие-то яркие всплески, и иногда это несколько выступлений в одном. То есть я конкретно первый выход не помню. Но я помню, что у меня был такой небольшой позор, даже конфуз, потому что я не должна была выходить на сцену, но я очень искала своих родителей, и мне пришлось выйти, чтобы их позвать. И я вышла, и как бы это вызвало ажиотаж какой-то, и папе пришлось выкручиваться, и, соответственно, он попросил меня спеть. Вот это я помню как первый выход такой. И я, естественно, не растерялась, потому что я всю жизнь крутилась в этих кругах, и с мамой, и с папой, везде я знала все их песни. Я начала петь. И как бы вот так мы обыграли эту ситуацию, что я искала родителей. И с того момента мне папа предложил вообще попробовать. Почему бы и нет? Я, естественно, на это согласилась. А такой осознанный первый выход, к которому я готовилась, это у меня было лет семь. Это было в Лос-Анджелесе, и это был конкурс очень серьезный мировых талантов. Там участвовали дети от семи и вплоть до девяносто лет вообще были. Даже такие были? Да, то есть это был мировой такой конкурс на разные возраста. И тогда я взяла гран-при, я помню. Но это было первое такое серьезное волнение, подготовка для меня. Кстати, хотела спросить, почему джаз? Почему? Это прививали с детства, или ты сама к этому как-то пришла? Да, по сути, мне все прививали с детства. У меня не было в семье никогда таких моментов, что меня заставляли слушать какую-то определенную музыку. У меня там слушали дома от серьезной классики до Джипси Кингс. Но никогда не было дешевой попсы. Вот это я точно помню, что я никогда не была, прости меня, родная Бритни, ну там Бритни, вот, или... Дешевая попса. Не-не-не, ну нет, я бы сказала, что это не дешевая, я бы сказала, что это общедоступная попса. Вот такой музыки не было никогда, потому что и отец, и мама, классические музыканты изначально, им, видимо, это резало слух. И поэтому меня воспитывали всегда на хорошей музыке, на дорогой, назовем это так. Гурманной музыки. А джаз я выбрала сама, когда начала этим серьезно уже заниматься в осознанном возрасте. Почему джаз? Потому что, ну и вообще такая девица была всегда выпендрежная с характером. И мне было просто неинтересно покорять покоренное, наверное, вот так. Поэтому я выбрала джаз, и поэтому я до сих пор об этом ни секунды не жалею. Я продолжаю развиваться в этом направлении. Пытаюсь привить это немножко побольше еще в нашей стране. И привить, и приучить к джазу молодых. Потому что джаз это все-таки осознанно так после 35, я бы сказала. А я пытаюсь это чуть-чуть сделать более молодым искусством. А как ты это делаешь? Во-первых, я сама молодая. И когда это исполняет молодой человек, то автоматически это вызывает интерес, почему этот молодой человек это исполняет. Во-вторых, со мной всегда молодые музыканты. Симпатичные, привлекательные, которые классно играют. И я об этом беседую всегда. То есть во всех интервью я об этом всегда говорю. О том, что джаз не обязательно должен быть сложным и замудренным. Он может быть очень даже легким и таким же попсовым, как и все остальное. Просто с подтекстом. Ну, неплохо. Давайте следующую композицию, которую вы к нам принесли. Такая оценка. Поехали. I just call. Да. Ну, неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все что угодно Тем более, что мы сейчас готовим Вообще очень серьезный Такой глобальный поп-проект Ого! Да! Поп-проект! Но это такой маленький мини-сюрприз И мы об этом пока не говорим Потому что мы все суперсуеверные Проект будет грандиозным Авторским Будет авторская музыка Авторский текст И он будет в первую очередь Очень музыкальным И, безусловно, он будет напоминать о том Что я вышла не из попсы, а из джаза То есть это будет как бы предыстория Вот джаз — это такая предыстория К тому, к чему я иду в итоге А напоминание будет в виде инструментов? Или просто какая-то мелодика определенная будет? Да нет, я бы сказала, что это напоминание Просто в музыкальности будет Именно в музыкальности этого проекта Будет слышно, что это делали люди Которые связаны с очень серьезной музыкой В этом напоминание То есть появятся новые герои То есть мы еще не представились? Представьте, пожалуйста, членов вашего коллектива Давно уже хочу представить Сегодня с нами приехала наша подруга Леся Митько Прекрасная пианистка И это мой брат, родной Матвей Шерлинг Шикарный сексофонист Мы с ним вместе идем по одной дороге И очень поддерживаем друг друга И стараемся не разделяться на сцене Александр, а брат будет с вами в проекте? Безусловно Безусловно Ну, как бы Мы вообще все Евреи Хотел сказать, поддерживаем друг друга На самом деле так оно и есть Да, у нас это вообще принято по крови Мы не можем друг без друга И мы друг другу в разных проектах помогаем В этом и есть кайф того, что мы еще и плюс в одно Да, просто хотел добавить, что Ну, как бы Ну, вместе мы сила Поэтому мы Постоянно делаем все вместе Да, потому что мы банда Все теперь стало понятно В общем, ты упомянула, что ты можешь включить там и рок И все что угодно А это как-то влияет, кстати, на твое творчество Вот лично уже не на написанной песне, которую ты исполняешь А вот, например, на тот же самый твой новый проект Это вносит другие исполнители своей музыкой Вносят что-то в твое творчество? Безусловно Вообще, то количество музыки, которое у меня в голове Каждое по-своему внесло что-то в то, что я начала писать Потому что не было бы этого всего Я бы даже не села бы и не начала бы этим заниматься Вообще, у этого такая серьезная история Я сначала просто писала стихи Потом у меня этот талант пропал Резко я перестала писать стихи Начала писать музыку Отдельно от песни, от стихов и так далее И очень переживала Потому что как-то странно у меня Эти таланты в разное время Появлялись И я начала писать музыку И потом потихоньку-потихоньку К этой музыке я начала писать текст Потом все это выбросило Потому что это одно не соответствовало другому И потом уже как-то одновременно включились эти таланты В нужное время, в нужном месте Поэтому, да, безусловно, вся музыка Вплоть до классической повлияла на то, что я написала Интересно Развернутый ответ Да, да Мне нравится, что ты так подробно отвечаешь Да, мне просто наболелось А то, знаешь, я бы тебя спросила А есть ли что-то, что-то цепляешь? И ты бы сказала, да Я такая, вот черт, придется следующий вопрос спрашивать Ладно, давайте попоем Давайте Так, что у нас Whatever happens Whatever happens It gives another smile He's assured that she doesn't hear the word that he said Break it goodbye Break it goodbye She's afraid Afraid that she will do it not right He doesn't know what to say So he prays So he prays Whatever, 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 whatever Whatever happens Yeah Don't let go Don't let go Say whatever happens Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Don't let go of my head Don't let go of my head Слушай, Саш, а вот что тебе нравится вообще в голосах других людей? Когда ты слушаешь музыку, когда ты слушаешь певец, певцов, я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот я, например, люблю нерв в голосе, когда я слышу расщепление, у меня мурашки. Зубной? Да, зубной нерв, вглядываясь все время в зубы, своим плохим зрением не вижу. Нет, нерв, когда идет расщеп, когда небольшой крик идет. А вот тебе что нравится? Еще, кстати, преимущественно мне нравятся мужские голоса. Я вообще обращаю внимание на голоса, когда я разговариваю с людьми. Они говорят о характере, во-первых, сразу. То есть сразу можно понять, что это за человек, и что от него дальше можно ожидать. В женских голосах, я не могу сказать, что я люблю нерв или еще что-нибудь такое. Я просто люблю, чтобы голос лился. Он может быть низкий, он может быть высокий, какой угодно, но он должен доставлять кайф. Так же, как и когда ты разговариваешь с человеком. Если с тобой разговаривать, меня с таким голоском. Ясное дело, тебе как бы захочется поскорее закончить и послушать что-то другое. А есть люди, которые обладают, на самом деле, невероятным голосом, как, например, мой директор, но он не хочет петь принципиально вообще. Хотя у него шикарный баритон. И когда он разговаривает, люди спрашивают, а вы поете? Ну, то есть это сразу понятно, что у человека однозначно есть какой-то талант. Я вас понимаю. Есть у меня тоже один знакомый с прекрасным голосом, который почему-то не хочет петь. Даже не хочет попробовать. Да, 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 да. Но вот так вот почему-то они выбрали для себя другое. Поэтому, да, мне важно, чтобы голос был интимным. Чтобы не нужно было кричать для того, чтобы показать свои эмоции. И чтобы он был... Ты так меня глазами сжёшь. У меня тут дырка уже. Мне нужно, чтобы голос был... Да, отойди, пожалуйста. Я шучу. Мы на самом деле всегда прикалываемся, понимаем другого настроения. Да, мне нужно, чтобы голос заставлял тебя как-то хотя бы обратить на это внимание. То есть, о, голос там симпатичный. А такой голос тоже можешь заставить обратить на себя внимание. Да, у меня есть много таких знакомых. А когда они ещё начинают ругаться, это конец. Ну, то есть вообще. Да, поэтому сразу по первым трём. Человек здоровается, и уже понятно, да? Здравствуйте. Или там как-то иначе. Поэтому, да, важно, чтобы хорошо на слух ложилось. Просто и всё. Главное, чтобы хорошо, костюмчик сидел и на слух ложился. Так, в общем, узнали твои вкусовые предпочтения. Слушай, а вот когда-то давно ты услышала джаз? А кто это был? Кто был первым переоткрывателем джаза для тебя? Натали Колл. Это первое моё воспоминание, причём тоже кадром. И я голая на столе. Так обычно начинаются, будто фильмы. Мне три года, мне три, может. А, нет, плохие фильмы, они такие начинаются. Я совсем маленькая. Ай-яй-яй. Нет, я совсем маленькая, после ванной. Дома очень много народу. Дяди, тёти. У нас всегда очень много народу в доме. Там все общаются. И такая предновогодняя суета, почему-то я помню. И играет вот это Натали Колл. И я до сих пор весь этот альбом переслушиваю для того, чтобы какие-то моменты для себя, скажу честно, своровать конкретно. Потому что у них есть... Класс. Она очень проста, как певица. Прости меня, родная. Но она настолько уникальна в своих фишках и настолько уникальна в своём тембре и в подаче, что с неё хочется постоянно что-то доукрасть. И она мне настолько засела в голове, что я даже пытаюсь как-то аранжировки туда куда-то уводить. Потому что это был такой первый открытый мной джаз настоящий. Ну, круто. Но единственный человек, который признался, что он немножко подворовывает. Все подворовывают. Все подворовывают, но не все в этом признаются. Это вы шо? Да. Все воруют. Это нормально. Если бы этого не было, не было бы музыки. Потому что всего семь нот. И фишек тоже не очень много. Придумывать какие-то извращения, бред. Особенно в джазе. Там выходить с прищепкой на носу. Там ещё что-то в этом роде. То есть, да, мы, конечно, воруем, безусловно. И делаем из этого что-то своё. Я как педагогу даже своим ученикам говорю. Сними со всех и сделай что-то своё. Ты же не можешь сидеть часами, думать что-то уникальное, придумывать лично для себя. Чего ещё никогда в мире не было сделано. Такого не бывает. Это обман или самообман. И ждать, пока на голову тебе свалится ям. Да, но это бред вообще полный. Слушай, а вот из российской джазовой эстрады могла бы ты назвать кого-то своим учителем? Или кто тебе нравится из российской джазовой эстрады? Ну, я не могу вокалистов называть. Не можешь. Не могу. Мы продолжаем петь. Ну, точнее, Александра. Да, давайте хот-стап. One, two, three. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Когда человек хочет... Да, вот именно джаза. Если человек хочет начать заниматься джазовым пением, что ему для этого нужно? Во-первых, я не педагог джазового вокала. Вообще такого понятия, как джазовый вокал, нет. Ты просто педагог по вокалу. Начинать нужно сначала. Я всегда говорю одно и то же. Я сначала очень долго разговариваю перед тем, как начинаю заниматься, потому что я надеюсь, что они откажутся. Ну, пытаюсь их переубедить, чтобы они сто раз подумали, вообще нужно ли это. Почему? Потому что это такая история, она как бы двоякая. Если вы приходите после другого педагога, то мне приходится... Ну, у вас кости неправильно срослись, по моему мнению, мне надо их сломать и заново поставить вам штыри, и вы заново будете ходить. Или же вы приходите вообще ребенком, который вообще никогда не пробовал ходить, не пробовал сидеть, и я учу это делать так, как я учу это делать. Вот. Вторая история гораздо легче, чем первая. Потому что мне сначала приходится убедить человека, что его учили неправильно, объяснив ему, почему это неправильно, показав ему это на его же примере. Вот. И потом он уже сам решает, готов он ломать кости. Это же целая история. Ну, то есть она действительно очень болезненная. Не в физическом плане, а в моральном, потому что у человека возникает нереальная злость на себя. Первое, о потерянном времени. Второе, о том, что он не понимает, что от него хотят, и вроде столько было потрачено, и ничего не сделано. И третье, это то, что у него очень долго не будет получаться. Хотя у кого-то получается сразу, и они сразу входят в эту историю и начинают работать. Первое, что я советую делать, это хорошо подумать вообще, нужно ли это. Потому что эта работа ничем не меньше, чем, я не знаю, быть президентом. То есть это очень серьезная мозговая работа, это очень серьезная физическая работа. И это спорт в первую очередь, потому что если ты занимаешься не два раза в неделю, а один, то ты можешь вообще не заниматься. Ну и так далее. То есть там есть куча таких нюансов, которые нужно серьезно обдумать перед тем, как прийти и сказать, я хочу петь, ну там, ну как бы научите меня. То есть такого нету. А ты строгая учительница? Очень. Но я при этом и со мной очень классно. То есть я как бы никого не напрягаю, мы всегда веселимся. И там многие ученики со мной на «ты». И это скорее я тренер. То есть я как бы над ними нависаю. И если они это не делают, я от них просто отказываюсь. То есть нет, так уж я их ругаю, там выгоняю, ставлю двойки там и прочее. То есть я просто ставлю свои условия, если они не выполняются, то я отказываюсь. Потому что я на это трачу нереальное количество энергии, любви вообще полностью. Отдаюсь этому, особенно если это и ребенок, потому что ребенок забирает в два раза больше, чем взрослый. И либо мои условия исполняются, либо нет. Я там не играю ни в какие игры в этом плане. А приходят, когда от других педагогов, ты говоришь, они обычно приходят с неправильно поставленным голосом. Это дело в том, что у тебя какая-то авторская методика? Или просто есть какая-то система, которую нарушили, поставив? Ну, вот какой-то учитель до этого, он что-то неправильно сделал. Он неправильно сделал для тебя или в принципе для извещения звука? Нет, у нас очень большая проблема в России с педагогами по вокалу. Да, у меня авторская методика, и она состоит из многих разных. И, конечно же, я украла тысячи методик для того, чтобы создать свою. И я этого не стесняюсь. Потому что это единственное, конечно же, по моему мнению, потому что другой педагог может сказать, что она делает, она ломает жизни людям и так далее. Мы все педагоги, так же, как врачи, друг про друга так говорим. Но главная проблема, которую я могу однозначно обозначить, это что не научив человека дышать, а не учить человека петь. Это главная ошибка. То есть человек сам что-то там методом тыка пытается найти. Естественно, делает это неправильно. У него это закрепляется так, как мышцы у вокалиста, так же, как у спортсмена. Быстро все запоминают. И запоминают быстрее плохое, чем хорошее. И человек занимается самолечением, а педагог сидит в телефоне в этот момент и занимается своими делами. Но у меня было так много раз. Я сменила тысячи педагогов, и в итоге мне пришлось самой с собой это все сделать так, чтобы я чувствовала себя комфортно. Потому что певец должен чувствовать себя комфортно и получать удовольствие. Это не работа. На выходе это удовольствие. Работа — это сам процесс. Но когда ты выходишь на сцену петь, ты должен получать от этого сумасшедшее удовольствие. Иначе вообще зачем ты для этого туда выходишь? Такая интересная и познавательная лекция. Да вообще, по-моему, действительно накопилось. Да, вот сейчас чувствуется, что накопилось. Да, да, да. А ученики сами у тебя выбирают композиции, которые хотят петь? Да. Или ты подбираешь? Нет, только они сами, потому что я хочу, чтобы им нравилось то, что они делают. И даже если они выбирают какие-то суперсложные... Ну, конечно, я их уговариваю не начинать с такого сложного, начать с чего-то попроще. Но с того, что они сами хотят. То есть я никогда не переубеждаю, не навязываю свое мнение, что должен исполнять тот или иной человек. Потому что в свое время почему-то кто-то решил, что я должна петь высоким голосом. Какой-то бред. И я очень долго мучилась из-за этого. И пела вообще не свой репертуар. Какой-то бредовый, какие-то романцы и так далее. Здравствуйте. Грозди Акация в лунном сиянии. Вот, это проблема. Ну, как бы, и я очень страдала из-за этого. Я не понимала, почему мне не нравится петь. Почему? Что? Вроде все делаю. Вроде голос есть классный. Я сама всегда считала, что у меня классный голос. Вот. И талант огромный. Во мне есть сила. Это же мощь, которая тебя разрывает изнутри. Я понимала, что я должна что-то делать нереальное на сцене. Я не понимала, почему я выхожу в этом странном амплуа, в этих платьях и пою. А напоследок я скажу 18 лет там. Ну и так далее. То есть мне пришлось очень долго и много лет сидеть у себя дома. и анализировать, что произошло и что меня конкретно сломало в том возрасте. Поэтому у меня был очень большой перерыв. Да, рефлексия наша, все. Ну, а мы переходим к следующей песне. Да. Давайте еще поговорим. Поговорим после. Ладно, я шучу. Да, мы перейдем, да, к следующей. Ладно, я шучу. 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 Я шучу. Ладно, я шучу. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я думаю, может использовать это в медицине Да, такие лечебные свойства Для сердечников Кстати, как я говорила Если закрыть глаза, то кажется, что поет Черная женщина Есть такая фраза, что джаз — это музыка черных Ты согласна с этой фразой? Да нет, конечно Первое, что пришло в голову — это джаз — это музыка диких Музыка диких? И он не обязательно должен быть черным Это просто определенный драйв Так же, как рок — не музыка белых Рок могут исполнять черные Почему? Это все зависит от того, что у тебя внутри находится Это может делать любой Старый, маленький, вообще вот такой ребеночек И очень-очень пожилой, с дрожащим голосом человек И в этом будет свой кайф Черный, белый, испанец Это будет все просто со своей изюминкой Но это джаз У этого нет цвета кожи Вообще Это стереотип какой-то Матвей, надо говорить это в микрофон Все должны слышать ваше мнение Да, я просто хотел добавить, что я полностью согласен с моей сестрой С предыдущим оратором Да-да-да, что это абсолютно надуманный стереотип Про то, что джаз — это музыка черных Как видите, перед вами сейчас белая певица В белом кастрюме Полностью белая певица Для этого не обязательно быть черным Ну класс Поете джаз на русском языке? А? Поете джаз на русском языке? Да нет, вот это ужас, правда А вы слышали сами джаз на русском? Я слушала, да Но это ужасно Ужасно, да? Это ужас Ну как бы я даже не могу подобрать Это за гранью, реально То есть я не могу даже подобрать никаких адекватных слов Потому что когда это слышишь, это колхоз Какая бы крутая певица это не пела Какие бы крутые музыканты не сидели на сцене Это очень колхозно звучит Ну мы же искренне разговариваем Конечно, почему нет? Я говорю, что это колхоз Ну значит, джаз на русском Джаз на японском, вы не слышали? Ну это ужас же Я слушала шансон японский И могу сказать, что мне это зашло больше, чем русский шансон Намного Да? Да, послушайте как Это достаточно забавно У нас сейчас не про это, да У нас сейчас про джаз А кто из японских исполнителей исполняет такую музыку? Коварный вопрос Я же говорила, у меня проблемы с... Я могу только напеть Ну ссылочку потом скинете, да? Ссылочку скинете Называется «Изэ Сусумэйо» Можете найти потом Не думаю, что мы запомним Поэтому все-таки лучше ссылочку Ну ладно Хорошо, внизу я вам напишу эту ссылочку Да, а еще говорят, кстати, что джаз — это музыка интеллигенции То есть интеллигентных людей А вот с этим вы согласитесь? Ну, во-первых, это целая история про этот вопрос К этому вопросу То есть сначала это была музыка вообще не интеллигенция Ну да И потом только интеллигенция То есть это такой плавающий момент Сейчас, конечно, в данное время это музыка для высшего света Да Я бы даже сказала, для высшего понимания больше, чем для высшего света А раньше это же вообще клубная такая история Черная И все тусовались под джаз И там это скрывалось Нет, мне кажется, это вообще для всех Ну, как бы это музыка для понимания То есть если ты понимаешь, ты можешь жить в черном, очень-очень страшном квартале Или там на Сицилии в Вилле и слушать джаз Почему нет? У этого нет тоже никакого слова вот это умное, скажите Клише Да, у этого нет никакого стереотипа Стереотипа, да Просто вот удивительно сейчас, если человек говорит «я слушаю джаз» Ты думаешь, он необычный, он отличается от всех Ну а раньше, когда говорили, что ты слушаешь джаз Ну это как бы было в порядке вещей Мужика для всех Ну да Почему он так переквалифицировался, как ты думаешь? Да потому что народ очень отупел сильно И сейчас модно быть умным Это честный разговор Ну да, но я просто не вижу смысла подбирать слова Народ действительно отупел И в этом виноваты мы, артисты Деградировал, да Его теперь кормят Народ кормит какой-то элементарщиной Которую он считает очень крутым И поэтому, когда они слышат, что кто-то исполняет или слушает джаз Это как раньше было «я слушаю классику» Ну то есть, я, например, тяжело пока с классикой дружу Я ее слушаю, но, как бы, честно, не очень часто Потому что я считаю себя недостаточно образованной для этого То есть, чтобы сидеть и в машине слушать классику Это надо целыми днями читать и так далее Баха, Моцарта Это стереотип, мне кажется Нет, ну то есть, для этого нужно дорасти, когда устриц, тоже надо дорасти То есть, это такая Классика, и устрицы хочется пару дней Нормальное сравнение, вообще-то Ну так и есть, для этого нужно дорасти Я, например, раньше, когда видела устрицы, я думала Господи, фу, что это, как это вообще люди едят А сейчас я бегу, там, и скорее-скорее, пожалуйста Если есть свободное время и свободные деньги Быстро-ка все кушать устрицы Ну я, вот, например, пока не понимаю, как бы, кайфа от устрицы Я предлагаю вести цитату дня Так, Александр Шерлинг Классики надо дорасти так же, как и до устриц Да, ну так и есть Но я очень быстро говорю то, что думаю Потому что если я буду придумывать Так это же круто, наоборот Не сама, не я буду Импровизация, как и в джазе, всегда, ну, классная вещь Да, ну ты сказала, что народ-то тупел Там элементарщина Вот кого ты... Нет, ничего страшного Все, как ты сказала, подворовывают Но боятся в этом признаться Опять же, многие боятся в этом признаться Говорят, да нет, да просто Мы там исполняем то, что всем нравится Потому что это действительно круто Что ты относишь к разряду Вот не поп-музыка, да, а попса Вот что ты считаешь конкретной попсой Это провокация вообще Попса, типа дешевая попса Вот это? Да, да Дешманская Нет, я не могу Можем без имен Можем просто Тогда в этом нет смысла Так, понятно? Да, да Ты даже не понимаешь по движениям Это танец из клипа Нет, я сейчас говорю не про имена Я сейчас говорю про стили Ты же, наверное, знаешь, что много сейчас появилось стилей И есть Безусловно, они будут каждую неделю новые появляться Для оправдания своей тупизны Какой стиль ты бы ни за что не стал слушать? Вообще, то, что у нас сейчас происходит на эстраде Я бы не стала слушать Никогда Ну, потому что мне это режет слух Мне плохо от этого Я не получаю от этого удовольствия Музыка Ты включаешь музыку правильно в плеере там Или еще где-то Для того, чтобы получить удовольствие Ну, явно же не для того, чтобы так напрячься Говорить Так, осталось еще минуту до конца Там еще что-то такое То есть мы от этого кайфуем И я как бы хочу слушать то, от чего я кайфую Пока что от классики не кайфую Но и от попсы на русском радио вообще не кайфую И главное, что я никогда не кайфовала Но иногда мне очень нравится тупая попса Иногда Прямо под настроение вот какое-то Мне хочется И я обычно еще всегда сначала ужасно оскорбляю тому, кто это сделал А потом пою весь вечер эту песню Это так у всех бывает Ну, не оскорбляю, я имею в виду, говорю о том, какой ужас Кто вообще это мог придумать А потом весь вечер, еще следующее утро пою И потом оцениваю это как Все-таки надо же было так придумать, чтобы это заело у меня настолько, что я не могу это выкинуть Так это и есть колдовство попсы, что он заедает у тебя Да, поэтому иногда хочется Это как мой папа сказал Фу, как ты пьешь эту гадость и выпил глоточек Да, да, да Ну да, это то же самое Вот Так, слушай, но мама же у тебя оперная певица Да А как уживаются опера и джаз? Нормально? В одном доме? Или уживались, если вы уже живете Во-первых, я тоже оперная певица Ну, то есть как бы помимо джаза В свое время мне стало это скучно Мне казалось, что мне надо куда-то расти Расти куда? После джаза только в оперу Ну, я пошла в оперу И начала вообще изучать это очень досконально И заниматься с оперными педагогами Вот это узкое направление Которое джаз не может охватить На самом деле все это одно и то же Просто, я бы сказала Просто более углубленно изучается в классике Вот, и я пела И мне это нравилось Я выступала со спиваком С классическими произведениями И купила себе платье в пол И с Юрием Башметом Да, и вообще думала, что по ходу дела Я тут осталась Но нет, ну как бы не мое Ну тоже не то, что не мое Но я бы не хотела в этом находиться Постоянно и жить этим Поэтому нормально мы уживаемся И я ее понимаю Она понимает меня В плане музыки И эта школа очень помогает Моей школе А моя и ее И у нее тоже есть ученики И мы на эту тему постоянно спорим Ну, какая методика круче Поэтому это здоровое такое Я бы не сказала соперничество Но здоровая помощь друг другу В разных направлениях Слушай, насколько я знаю Как я возвращаюсь с твоим родителем У тебя папа театральный режиссер Правильно? Он у папы очень много профессий На самом деле Он театральный режиссер Это там вообще Такая маленькая мошка Музыкант, деятель искусства Да, он деятель искусства Вот это правильно Это правильно Да что ты мне все шепчешь Да так еще продюсер Так еще блитмейстер Еще композитор На уху мне дьявол Ну не таким голосом только Слева, слева дьявол Еще композитор не забудет Папа не поприветствует Это когда вернешься Да, он реально Этого я не говорил Он реально деятель искусства То есть он из тех людей Которые никогда не могут остановиться На чем-то одном Так это же круто Да И он занимается всем Вообще Для тех, кто не знает Могут загуглить отца Саши Чтобы все Да Юрий Шерлинг Загуглите, посмотрите Чтобы и деятель искусства И театральный режиссер Все поняли, кто твой папа Никогда не было Сказала Смешно Никогда не было Желания поэкспериментировать Как бы Ну вот всей семьей Звучит тоже не очень Нет Да нет Звучит реально ужасно Но все на самом деле поняли Да И мало того Это постоянно Приходится делать Своей семьей Вот Так как У нас очень часто Бывают гости И Приходится при гостях Делать всей семьей Вот Мы еще и гостей В это втягиваем Я вообще люблю Поддерживать всякую Такую фигню Которую случайно Проскользить И потом развивать ее Вот Да Поэтому мы Нам приходится Начинает Папа садиться Там Потом мама Подключается Все дети Выходят по одному Ну Да Сейчас еще Моя дочка Чуть подрастет И тоже Наверное Будет выходить Куда-то Ну в общем Да Мы конечно Все семьей Где-то как-то Выступаем Даже когда-то Мы собирались Сделать такой проект Но потом поняли Что лучше не надо Ну мы все Переругаем У всех очень Сложный характер Все звезды Там И никто не хочет Делить ни с кем Слава Ну я шучу Ну грубо говоря Мы просто перессоримся Чувство самости Когда у каждого Своё мнение И человек Не любит Как бы Сглаженных углов Ну это нормально Да В семьях Где люди Все самодостаточные Абсолютно Все Вот Ну я имею в виду Не было Идеи поставить Какое-нибудь Джазовое представление Может быть Там при помощи Папы Спектакль Да как Моё представление Самое первое Которое вышло в Москве В Довой музыке Это джазовое представление Поставленное моим папой Дрим Вот это еще Тогда Когда вы выступали Расскажи Вот как это происходило Это было Да как ужасно Это происходило Мы поссорились Потом помирились Проклинали друг друга Потом целовались Ну это ужас Ну как бы Я вообще считаю Что семья Очень тяжело Потому что Они расслаблены Между собой И они могут себе Позорить все что угодно Грубо говоря Там То что я могу сказать Своему папе А папа мне Он же не скажет Чужой девочке Правильно Там Какой-нибудь кошмар После которого Я хочу сброситься с окна И так далее То есть Это споры Постоянно какие-то Это тяжело Но это на выходе Очень круто Это стоит того Даже я подумаю К нему еще раз обратиться Но пока думаю Вот Потому что Конечно Не хочется Еще раз через это проходить Это очень сложно Очень сложно Но стоит того Потому что То спектакль Который был поставлен Моим отцом Это гениальное произведение Как ни крути И не потому что Я говорю как его дочь А потому что Я со стороны Могу всегда абстрагироваться И посмотреть И понять Хорошо это или плохо А в интернете Можно его найти и посмотреть Конечно Ютуб Ютуб Как называется Ты скажи Дрим Александр Шерлинг Дрим Дрим Это целый джазовый спектакль Все Теперь Моноспектакль Все Теперь зайдем Посмотрим Можно забить Сольный концерт Александр Шерлинг В доме музыки Дрим Он сразу первым Выпадает Да Все Теперь я поняла Но переходим к песне Песня была всегда А мы здесь поем Да Песня строить Жить помогает Давайте Так Песня строить Песня строить Песня строить Песня строить Песня строить Песня строить Счезон Песня строить Песня строить Сильный Песня строить Песня стро sería Время реально пролетело очень быстро. Мне кажется, это был один из самых искренних и теплых эфиров. Спасибо вам огромное. Ну, это правда. Я была на 100% искрена. Да, нам тоже это очень приятно. И не старалась, вам понравится. Просто старалась быть сама собой. Залог хорошей беседы — это не стараться понравиться собеседнику, а просто быть самим собой. Это точно. Еще одна цитата от Александра Шерлинг. Да, да. Но про устрицы было круче. Да, ну окей. Запишем это как цитата сегодняшнего эфира. Вот. А с вами была Дарья. Вы смотрели наш ТВ-лайф. И Александр нам сыграет заключающую композицию на сегодня. Споет, точнее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I feel like this is the beginning Субтитры создавал DimaTorzok Or I love you for a million years And if I thought our love was a day I find myself rounding my tears Oh, you are the sunshine of my life Oh, that's why I always stay around Oh, yeah, yeah You are the apple of my eye Yeah Forever you stay in my heart Oh, you are the sunshine of my heart Oh, you are the sunshine of my heart You must have known that I was lonely Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok